Киловатт электричества сразу в несколько районов Кубани. Сегодня в Усть-Лобинске запустили новую подстанцию. На торжественную церемонию открытия приехал глава региона Вениамин Кондратьев. Теперь без перебойной подачи электричества будут обеспечены жилые дома и социальные объекты не только в Усть-Лобинском районе, но и в ближайших – Кореновском и Денском. Губернатор Край отметил, дополнительные энергомощности позволят активнее развивать экономику Кубани, ведь появится возможность строить новые промышленные предприятия. Нам очень важно, чтобы максимально такие подстанции появлялись в целом в крае, потому что есть районы, которые просто энергодефицитные. Для нас это просто остановка экономики, точнее ее дальнейшего развития. Поэтому здесь, конечно, мы будем просить дальнейшего сотрудничества в части статистических подобных подстанций, потому что это и есть завтрашний день экономического роста нашего региона. Поэтому, я думаю, будем обсуждать, в рамках соглашения находиться местные пути решения, потому что такие подстанции нужны. Нужны в нашем регионе. Для того, чтобы мы уверенно смотрели в завтрашний день и себя уверенно чувствовали с точки зрения экономических перспектив. Мы 100% подтверждаем, что сотрудничество будет продолжено. Новую подстанцию построили в максимально короткие сроки. Соглашение о реализации этого проекта власти региона и федеральная сетевая компания подписали в феврале 2016-го. Практически за два года с небольшим эта подстанция построена и она снимает ряд многих проблем, связанных с энергоснабжением. И не только в Уст-Лобинском районе, но еще как минимум в трех районах, которые рядом для нас это принципиально. Конечно, безусловно, благодаря тому, что сегодня у нас появилась данная подстанция, мы сможем испечить надежное, бесперебойное энергоснабжение. Не только домов, я уже говорил, но и социальных объектов. Это очень важно. Она дает нам уверенность в том, что вот тот перерабатывающий комплекс, промышленный комплекс, тот кластер, который мы хотим создать в Уст-Лобинском районе, теперь однозначно нет препятствий к тому, чтобы он здесь появился. Это будет действительно далеко не последний наш вклад. Мы планируем в течение горизонта до 2020 года вложить в экономику энергоснабжения края практически около 7 миллиардов рублей. Как вы знаете, этот объект нам обошелся в 1,7 с копейками миллиардов рублей. Это, конечно, тоже хорошая инвестиция, но мы прекрасно понимаем, что краю надо больше. Новая подстанция оснащена современными автоматизированными системами управления, при этом практически все оборудование российского производства. Также предусмотрено, что Новолобинская станция сможет обеспечивать электроэнергией районную больницу и даже объекты Северокавказской железной дороги. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин